всем привет сегодня видео поговорим как установить хакинтош на компьютер с процессором amd и картой rx для записи операционной системы будем использовать open core legacy патчер видео про эту программу уже было на канале я рассказывал как установить новую операционную систему на старые компьютеры от apple если кому-то будет интересно ссылку оставлю в описании к видеоролику на официальном сайте open core legacy патчер я скачиваю последнюю доступную версию разработчики постоянно работают над своим приложением вносят какие-то изменения и в описании к дистрибутиву можно ознакомиться какие новые функции были добавлены а пока идет скачивание приложения подпишитесь на канал и поставьте лайк а я постараюсь выпустить новое видео как можно быстрее после того как я скачал open core legacy патчер он загрузился я его установил и переместил ярлык на рабочий стол чтобы мне было удобнее его использовать также для создания флешки нам понадобится open core конфигуратор чтобы закинуть туда загрузчик но о нем я расскажу немного позднее запускаем open core патчер нажимаем открыть нажимаем ok в меню мы сами выбираем create mac os installer далее первый пункт скачать mac os installer теперь я должен выбрать ту операционную систему которую буду устанавливать на свой хакинтош я выбираю последнюю доступную mac os sonoma и нажимаю загрузить начинается скачивание операционной системы это займет какое-то время нам нужно просто подождать также для корректной установки нам потребуется флешка от 16 гигабайт вводим пароль от системы и нажимаем ok нам предлагают создать mac os installer нажимаем да выбираем скаченную операционную систему которую мы сами загрузили нажимаем ok выбираем флешку на которой будет производиться установка операционной системы и загрузчика выбрали флешку нажимаем да вводим пароли системы нам нужно немного подождать пока операционная система загрузится на флешку после завершения нажимаем ok после чего мы можем закрыть open core legacy патчер он нам больше не понадобится я вижу что название флешки поменялось и внутри лежит установщик mac os sonoma далее добавил на рабочий стол open core конфигуратор и папочку эфи запускаю open core конфигуратор чтобы смонтировать эфи раздел нашей флешки после того как раздел смонтирован нажимаем открыть раздел нажимаем окей в раздел на нашей флешки переношу папку эфи существует два популярных загрузчика это open core и clover сегодня мы будем производить установку с помощью загрузчика open core мне также понадобится open core конфигуратор после установки поэтому я закидываю установщику mac os на моем канале много различных роликов по mac os как установить как создать флешки как установить windows на mac os с помощью bootcamp и установку старых операционных систем переходите на канал и возможно вы найдете там то что давно искали а мы с вами продолжаем установку запускаю компьютер и вызывая будет меню запускаю с флешки в режиме уефи выбрали флешку нажимаю enter выбирая первый раздел install mac os sonoma пока компьютер загружается я расскажу что на канале уже есть несколько видео с установкой хакинтоша с помощью загрузчика clover кому интересно оставлю ссылки в описании к данному видеоролику далее по большому счету у нас идет стандартная установка операционной системы mac os как и на стандартной технике apple ну давайте расскажу несколько нюансов заходим в дисковую утилиту выбираю вид показать все устройства выбирая корень диска и нажимаю стереть имя можно задать любое формат я оставляю apple file system схема разделов остается white и нажимаю стереть после того как форматирование диска завершено нажимаю готово и закрываю дисковую утилиту далее переходим к установке mac os нажимаем продолжить в данном окне выбираем также продолжить принимаем лицензионное соглашение выбираем наш диск куда будет происходить установка операционной системы теперь нам нужно дождаться пока установка операционной системы завершится а если видео вам понравится подпишитесь на канал и поставьте лайк это помогает продвижению канала буду очень благодарен нам осталось делать финальные настройки после установки системы выбрать страну ли регион перенести данные с другого компьютера если это требуется создать аккаунт подключить или настроить дополнительные сервисы принять лицензионное соглашение и создать пользователя с паролем для входа в систему во время установки операционной системы компьютер несколько раз перезагружается но каждый раз после перезагрузки он автоматически выбирает тот пункт чтобы продолжить установку без участия пользователя продолжая настройку операционной системы выбирает часовой пояс убираю галочку доступ к аналитическим данным для компании apple экранное время я настрою позже а пока я веду настройку поставьте лайк этому видео отключая siri и нажимаю продолжить выбираем тему оформления нажимаем продолжить в данном пункте также выбираем продолжить установка операционной системы завершена настраиваю клавиатуру и закрываем магазин приложений открывая флешку и переношу open core конфигуратор на рабочий стол чтобы в дальнейшем производить загрузку без флешки нам нужно перенести папку эйфи с раздела флешки на раздел эйфи жесткого диска запускаю open core конфигуратор саму программу я могу свернуть она мне не нужна пока я произвожу настройки подпишитесь на канал и поставьте колокольчик чтобы не пропустить видео где я буду показывать как создать папку эйфи давайте сначала смонтируем эйфи раздел жесткого диска вводим пароль от операционной системы который мы с вами недавно создали монтируем эйфи раздел флешки открываем эйфи раздел нашей флешки копируем отсюда папку нажимаем скопировать открываем эйфи раздел жесткого диска удаляем папку которая здесь находится нажимаем переместить корзину и устанавливаем сюда папку который скопировали с раздела эйфи нашей флешки после того как копирование данных завершено мы можем извлекать флешки и далее загружаться без них теперь давайте ознакомимся с характеристиками того компьютера на который мы произвели установку это md ryzen 5 5 600 и видеокарта radeon rx 6750 остальные характеристики вы видите на экране давайте теперь перейдем саму систему нажимаем об этом мак чтобы ознакомиться с системой более подробно видим что все устройства заведены и отображается корректно давайте я отключу карту захвата и будем записывать с помощью quick time player чтобы качество улучшилось мы видим что процессор и видеокарта отображается корректно нажимаем подробнее в данном меню мы также видим что процессор и графика заведены и отображается полностью корректно в параметрах дисплея мы видим что частота обновления цветовые профили и расширенный динамический диапазон все работает исправно данный хакинтош у меня замаскирован как mac pro 7.1 видеокарта процессор оперативная память профили xmp все работают единственно для создать диска обязательно нужно включить функцию 3 давайте подводить промежуточные итоги так как будет еще несколько видео по данной тематике после установки работают основные функции работает звук работает интернет видеокартой процессор полностью заведены и отображаются корректно оперативная память и профиль xmp также отрабатывают хорошо если выговорить коротко и по делу то каких-то критичных инцидентов за время тестирования не произошло все программы и приложения которые запускал отрабатывали корректно каких-то тормозов зависаний микро подлагивание вылетов системы обнаружено не было обязательно продолжу активно пользоваться данной системой буду запускать различные приложения программы и игры и сделаю об этом отдельный видеоролик всем огромное спасибо кто досмотрел ролик до конца если у кого-то остались вопросы пишите их в комментарии до новых встреч